Ну, Хюрем, я жду, переводи. Может, мы поймем, почему Лука так внезапно уехал. Хорошо. Ниги Аркалфа, во дворце уже знают. Сообщили, значит. Где была ваша голова раньше? Как же вы оставляете госпожу одну? Что я теперь Ибрагиму Паше скажу? Простите. Вон отсюда, чтобы глаза мои вас не видели. Ну, что он пишет? Меня никак не хотели принимать в дворце. Мастера хотели, чтобы я уехал. Я вижу, меня здесь не любят. А здесь он неразборчиво написал. Я не могу прочесть. Читайте на следующей странице, госпожа. Там как раз упоминаются ваши с повелителем имена. Если же вы не хотите читать, я приведу русскую девушку. Не надо, я прочитаю. Утром я увидел в первый раз хюрем султана Султана Сулеймана вместе во дворцовом саду. Моё сердце, я едва не выпрыгнула из груди. Хюрем султан выглядела несчастной. Сегодня меня, меня попросили написать их портрет. Боюсь, я не смогу. Каждый раз. Каждый раз при виде, при виде её. Читай. Каждый раз при виде её, у меня, у меня прерывается дыхание. Повелитель, Ассан. Что стряслось, Симбюль? Что тебя так взволновало? Язык не поворачивается. Да говори же. Атиджа Султан? Что с госпожой? Нам только что сообщили. Госпожа пыталась покончить с собой. Пожалуйста, скажи мне, что она жива. Клянусь, я не знаю, Паша. Сказали, хотела убить себя. Хоть уже. Музыка. 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 Девушки отдыхают. Госпожа наша поправится. Госпожа такое пережила, что нелегко забыть. Я слишком хорошо понимаю, что она сейчас чувствует. Валиде теперь её не оставит. Она должна поехать к нам в дворец. К чему это? Кем она себя считает? Она членом семьи стала? Принцесса Изабелла. Здравствуйте. Госпожа, я к Хатидже Султан приехала выразить соболезнование. Я очень расстроилась из-за смерти малыша. Я хотела бы её увидеть. Она неважно себя чувствует. Отдыхает. О, Господи. Что случилось? Неужели она заболела? Заболела. Но это вас не касается. Госпожа пока ещё не пришла в себя. А мы здесь, чтобы её поддержать. Я вот привезла подарок для Хатидже Султана. На моей родине женщины верят, что это защищает от неприятностей и приносит удачу. Спасибо. Чудная вещь. Что случилось? Почему вы так плачете? С госпожой случилось что-то ещё? Ребёнок умер. Что ещё нужно? Госпожа, может, отведёте Гильфэм Хатун погулять в саду? Ей станет лучше. А с принцессой я пока побуду. Ну и зачем приехала? Я же сказала. Хотя Джей Султан... Кого ты обмануть хочешь? Госпожи сейчас уж точно не до тебя. К Сулейману хочешь поближе подобраться? Увидеться с ним приехала? Мне не нужен предлог. Он сам ко мне приезжает. Неужели? Что случилось? Я помню, ты говорила, хочу уехать. Говорила, хочу убежать, спастись. А теперь вдруг стала наносить нам вежливые визиты? Похоже, тебе здесь понравилось. Может, уже и остаться захотелось? По-моему, вы забываете, что я здесь пленница. Сулейман меня не отпускает. Так ты хочешь уехать? Скажи мне правду. Конечно, только... Хорошо. И раз так, я, пожалуй, смогу тебе помочь. Но я, простите, что-то не понимаю. Как же вы мне поможете? Я похищу тебя. Ты вернешься в свою страну. Встретишься со своим горячо любимым женихом. Но я и шагу ступить не могу из-за охотничьего домика. Сулейман очень боится, что я убегу. Предоставь это дело мне. Я все устрою. А теперь ответь. Согласна ты на это? Хоть и Джессел там не здоровится, я знаю, я приезжала ее повидать. Да, это так. Последние события слишком тяжело ей дались. Ибрагим Паша, я очень опечалена из-за маленького принца. Я привезла подарок. Отдайте это, пожалуйста, Хатидже Султану. Благодарю, вы очень любезны. Я непременно ей передам. Нелюфер, сейчас же спустись в сад. Где-то там перед балконом валяется тетрадь. Возьми, пока ее никто не нашел, и сразу спрячь. Хорошо, госпожа Мэр. Беги, беги, беги. Мама приехала. Доченька моя сладкая. Ты к тете Хатидже ездила? Ну да. Просила тебя поцеловать. Эсма, Нелюфер здесь? Госпожа Мэр. А. Эсма, отведи Мехримах в детскую. Ну где тетрадь? Куда ты ее положила? Тебя никто не видел. Госпожа, тетради там нет. Как это нет? Ты смотрела там, где я указала? Как вы сказали, я тотчас же побежала туда и все обыскала. Только ее нет. Что ты заладила? Нет, нет. Клянусь, я не виновата, госпожа. Тетради не было. О, лох, только не это. Ты знаешь, что будет, если эта тетрадь попадет кому-нибудь в руки. Если ее кто-то увидит. Пойми, они меня уничтожат. Наверное, ее кто-то нашел раньше. Хм. Иди. Найди мне гюлягу. Сейчас же! Как же. Госпожа, вы меня звали. Я как раз собирался закончить дела и прийти. Послушай меня. Ты случайно не видел у девушек в гареме какую-нибудь тетрадь? Не видел, госпожа. Могу поискать. Ты уж поищи. В тетради секретные записи. Она не должна попасть никому в руки. Гюляга, сделай все, что угодно, но найди ее мне. Спальню общую обыщи. Можешь, Евнухов, спросить? Гюляга, если ты сможешь найти мне эту тетрадь, получишь от меня очень щедрую награду. Вы не волнуйтесь так, госпожа. Я каждый уголочек обыщу. Прекраснейшая госпожа, доброе утро. Ну и где тетрадь? Ты ее нашел? Я сам лично расспросил всех девушек. Однако никто из них ничего не видел. На всякий случай я велел обыскать сад. Но все напрасно. Не могла она исчезнуть бесследно. Кто-то ее взял. Может быть найдется. Я могу еще поискать. Оставь сейчас это. Тебе придется кое-куда съездить. Конечно, госпожа. Куда мне ехать? В охотничий домик. Изабеллу проведаешь. Паша Хазрат Лири. Госпожа уехала, Аллах да поможет ей. Опустим это Хюрем Хатун. Давай поговорим о деле. О деле? Не понимаю, вы о чем? Тетрадь Луки. Ведь ты забрала. Поэтому ты так спокойна. Какую тетрадь? Я и без той тетради смогу тебя уничтожить. Ты ничего доказать не сможешь. Угрожать мне ты тоже не сможешь, Паша. У тебя ничего нет. Сулейман. А я вот тут Пашу пытаюсь успокоить. Он один. Госпожа уехала, ему так тяжело. Скорбные дни быстро пройдут. Гораздо важнее здоровья. Пойдем, Ибрагим. Когда я вижу их вместе, мое сердце спокойно. Иметь брата — это прекрасно. Они всегда будут друг друга поддержкой. Мустафа очень умен. И Мехмед такой же. А Аллах да не разведет их на жизненном пути. Аминь. Аминь. Хюрем. Мы искали тетрадь Луки, но так и не нашли. Я спрашивал Ибрагима, он тоже не знает. Вернувшись во дворец, я сказала Гюляге, он принес мне, я прочла. Там ничего важного. Лука был здесь не особенно счастлив. Тосковал по своей семье. Поэтому он и уехал. Там ничего интересного. А зачем Ибрагим Паша принес мне эту тетрадь? Увидев наши имена, он захотел узнать, что там написано. Сулейман, мне так хочется покататься верхом. Давай завтра поедем вместе, хорошо? Конечно, поедем. Только ты реши, на какой лошади поедешь, чтобы её могли заранее подготовить. На самой красивой лошади. Её зовут Страсть. Хочу на ней. Госпожа, вы будете кататься в парке? На этот раз уедем немного подальше. Мы будем вдвоём в лесу. Раз уж валюбил. Я уже давно забыла, каково это быть с тобой вдвоём вдали от всех. Мы должны чаще это делать. Конечно, ты права. Однако, прежде всего, я хотел бы видеть тебя во дворце счастливой и улыбающейся. Я тоже хочу кое о чём тебя попросить. По обещанию искать покоя в другом месте. Принцесса, нам уже пора возвращаться. Принцесса, принцесса. Султан Сулейман? И что вы здесь делаете? Я захотела немного погулять. Бали-Бэй тоже здесь. Гуляет вместе со мной. Малко Чаглу! Повелитель. Карл Габсбург вмешивается в дела Венгрии. Надо его остановить. Я хочу, чтобы ты отправился. Туда я возложил корону на голову Яноша Запольей. Собирайся в дорогу. Когда вы хотите, чтобы я отправился, ты должен уехать как можно скорее. Как прикажете, повелитель. Изабелла, а я как раз собиралась отправить тебе весточку. Всё уже готово. Завтра утром приедет Гюляга и заберёт тебя. Не рада? Ты что, расстроилась? Нет. Буду готова рано утром. Хорошо. А теперь отдай мне это. Наконец-то оно там, где и должно быть. Хирам Хатун, пора возвращаться во дворец. Хорошо. Поехали. Я останусь здесь на какое-то время. Бали-Бэй тебя проводит. Значит, у Ибрагима тетради нет. Но найти её надо. У меня во дворце столько врагов, если она к ним в руки попадёт. Наивлиятельнейшая госпожа. Ты с принцессой поговорил? Я передал то, что вы сказали. Она согласна. Отлично. Хорошо. Она должна уехать как можно скорее. Сколько надо времени на подготовку? Ну, госпожа. Побег я должен организовать? Конечно ты, Гюляга. Разве ты не говорил, что ради меня готов на всё? Не говорил? Говорил? Да, говорил. Но поймите меня, если повелитель узнает, тогда мне конец. Я в этом уверен. Я погиб. Горе мне, Олах. Не бойся. М? Ты под моей защитой. Никто не посмеет тронуть тебя. Госпожа, никто не сможет меня защитить, кроме Всевышнего. Погиб я. Да не погибнешь ты. В порту должен быть какой-нибудь венецианский корабль. Посадишь её и отправишь. Иначе я не завидую тебе. Хватит. Приди в себя. Она мне кое-что сказала. Принцессу хотят похитить, и прислали за ней корабль. Он ждёт в открытом море. Они же вроде считали её погибшей. Вот как. Наше дело стало ещё проще. Ты тихонько принцессу выведешь, а уже под утро посадишь в лодку на берегу золотого рога. Теперь иди. Займись делом. Будь осторожен. Я на тебя надеюсь. Не беспокойтесь, госпожа. Смотри-ка, увидел золото и страха, как не бывало. Нелюфир, приведи Мехмета. Хорошо, госпожа. Раз уж валиды нет. Моя добрейшая госпожа. Я тебя слушаю. Госпожа, как вы приказывали, лодку я нашёл. Привязал её в тихом месте. Она готова. Я также нашёл человека, который отвезёт их на корабль. Всё готово. Когда мне начинать действовать? Хвала Аллаху, всё в порядке. Когда они пришли забрать детей, я так перепугалась. Вам очень идёт, госпожа. Госпожа. Гюляга, будь готов. Завтра утром ты заберёшь Изабеллу из охотничьего домика и посадишь её в лодку. Буду тебя ждать. Не беспокойтесь ни о чём, госпожа. Повелитель, пришла Хюрем Султан. Повелитель. 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 С детьми всё хорошо. Да. Они уже спят. Все очень перепугались. Когда, наконец, закончатся болезни и безвременные смерти? Надеюсь, очень скоро мы оставим позади все эти несчастья. С позволения Аллаха мы справимся с ними. Только не волнуйся. Аминь. Я сегодня почувствовала себя такой счастливой, когда мы были вместе. Но этот прекрасный день так рано закончился. Субтитры сделал DimaTorzok